Всем моим братьям, салам, салам, всем моим... Давно хотел это сказать, фейс, салют. Ну что, закончился самый главный бой века, кто-то говорит, тот этого года. Конор против Хабиба. Хабиб отправил Конора долго пить виски на пенсии, а мы с тобой давай серьезно поговорим и разберем интервью Хабиба для ESPN. Ехали, да? В самом начале стоит отметить, что Хабиб Нурмагомедов говорит на пяти языках и ему нет дела до того, как он звучит. Он не будет работать над своим акцентом, потому что он говорит на английском, а не думает, как это сделать. Think about it. Интервьюер, которого зовут Брэд, начинает, говоря о том, что все очень долго ждали бой этих двух титанов, и затем использует фразу Это конструкция максимально универсальная, и ее используют, когда хотят подчеркнуть то, что какое-то событие или объект находится в непосредственной близости от тебя или кого-либо другого. Например, ты можешь сказать Сэм находится всего лишь в двух метрах от меня. Хабиба отвечает Брэду, говоря о том, что Йоу, это UFC, UFC заточено на то, чтобы делать максимально прибыльные бои, поэтому этот бой должен был когда-то случиться. You know, my weight is good, my shape is good, I never feel like this before, never. Вообще можно сказать, что это интервью, это один хороший шат мотивации для тебя, потому что Хабиб говорит так, будто бы он говорит на английском каждый день, но все-таки сделал небольшую ошибку. Он говорит фразу My weight is good, my shape is good, I never feel like this before. Пару секунд подумать тебе, что тут не так. Раз, два, три. Здесь мой стха, или мой брат, старается сказать, что он находится в абсолютно суперской форме и никогда не чувствовал себя так хорошо когда-либо ранее. И правильно, конечно, сказать I have never felt like this before. Но все-таки Хабиб дает тут очень крутую фразу. This is my best shape ever. Например, ты можешь сказать Yo, Puzzle English is the best YouTube channel ever. Yo, Хабиб Нурмагомедов is the best UFC fighter ever. Как ты, наверное, уже понял, используя слово ever в конце своих предложений, ты усиливаешь превосходную степень того, что ты хочешь сказать. Это работает как в отрицательную, так и в положительную сторону. Man, что тут наговорил Хабиб Нурмагомедов? Он составил целый пазл из своего English? Кстати, собери этот пазл в комментариях, а я отмечу правильный вариант и за хорошую шутку про де-плейсмент поставь лайк. Здесь Хабиб напоминает нам легендарную ситуацию автобус, Конор Макгрегор и тележка, летящая в автобус, и говорит о том, что он хотел поначалу выйти из автобуса, но потом посмотрел и задал себе вопросом, почему Конор приходит на драку и рядом с ним 30 человек, да еще и камеры. И использует интересную фразу for show up. To show up – это сленг, который переводится как прийти куда-то, заявиться где-то. Ты, например, можешь сказать После трех лет молчания он вдруг решил заявиться ко мне домой, прийти ко мне домой. Но тут я хочу предложить Хабибу альтернативу. To show up – это выпендриваться, выделываться и так далее, и тому подобное. Ты, например, можешь сказать Sam, stop showing up, we all know that you're from Matici. Yo, Sam, перестань выделываться, мы все знаем, что ты из Matici. To show up – заявляться, приходить. To show up – понтоваться и притворяться, будто бы ты носитель языка, когда на самом деле ты родился в Matici. Ну, ты понял. Man, и это просто золотое место интервью. Тут Хабиб говорит о том, что он настолько измотает, размотает, устигнет Конора Макгрегора, что тот будет просить или же по-русски есть же «О, пожалуйста, просто удуши меня». All right, Хаба тут снова ошибся. И напиши в комментариях, как должен выглядеть этот пазл из аварского английского. А нас тут интересует фраза, которой сказал Хаба Give him like crazy time. И если все это собрать, то получится фраза или конструкция To give someone hell. To give someone hell. Дословно, если переводить на русский, значит устроить кому-то сладкую жизнь. Например, ты можешь сказать Yo, this kid is so annoying, he keeps giving me hell. Этот малец, этот пацан настолько раздражает меня, потому что он постоянно меня донимает. To give someone hell. Устроить кому-то сладкую жизнь. When some alcoholic guys talking about something, people don't care about this. Man, я представляю себе, что творилось в голове Хабиба в этот момент. Так, алкоголик на английском. Стоп, это же то же самое. Сам алкоголик, man. И на самом деле, даже если сам Чарльз Икинс восстанет, я все равно буду говорить слово три. Три. Напиши в комментариях, какие слова ты говоришь также на английском и на русском. Ну и просто для заметки, алкоголик по-английски это Ну и последний момент. Немного позитивщика. В конце мы видим, как Хабибу приходят на тонировку 25 потных белых мужчин и кричат фразу Во-первых, нужно сказать, что Хабиб сам говорит о том, что не знал об этой акции, и это был всего лишь дружеский сюрприз. А затем фраза или слово A gunner. Она дословно переводится как Нежилец. И как правило, ее используют, когда хотят списать кого-то со счетов. Например, если мы говорим про эту ситуацию, можно было бы сказать Even before the fight, it was obvious that Conner is a gunner. То есть, A gunner это Нежилец. Ну что, это был бой века, бой годы, как угодно. И на самом деле, Хабиб мог бы не утруждаться и не говорить столько слов по-английски, а сказать лишь два слова. Ask for forgiveness and to force. Это был Puzzle English. Всем пока.